всем доброго времени суток с вами артем это 12 серия прохождения игры последняя воля шерлока холмса мы играем за доктору ватсона который прибыл на бейкер-стрит в очень грустном состоянии потому что шерлок холмс оказался связан с преступниками более того шерлок холмс оказался убийцей он убил инспектора это печаль это беда собственно говоря что нам тут делать то может быть что это репортер сенсация скотланд-ярд разыскивает шерлока холмса по обвинению в убийстве инспектора бэнса вчера всем известный детектив шерлоком совершил хладнокровное убийство сотрудника скотланд-ярда инспектора бэнса это случилось утром когда полиция проводила облаву на мельнице в пригороде лондона следует также отметить что в настоящее время шерлок холмс проходит подозреваемым по делу о взрыве в доме сэра бэкетта члена высокого суда прискорбное происшествие унесло жизни сэра бэкетта мистер холмс скрывался от полиции устроив пожар на мельнице которая прежде служила ему пристанищем это информация которой мы обладаем на данный момент скотланд-ярди оказались прокомментировать эту ситуацию новые подробности завтрашнем выпуск сегодняшняя газета наверное миссис хадсон оставил ее здесь рано утром на первой полосе убийство бэнса такие вести быстро расходятся бедняга сражен на повал он до самого конца верил холмсу и поплатился за жизнью и поплатился за это жизнью чего делать готовить тоже нету гуляет что-то где-то как-то и не знаю что может быть в комнате холмс еще найти эту проклятую дверь не открыть полиция устроила такой бедлам наверняка что-то упала и придавила дверь либо просто петли заела и вода тогда пойдем свою комнату или куда что и дать отдохнуть после того что мы с вами пережили после того что с нами случилось хотя он не хочет работать тоже не хочет что делать идти туда смысла нет а вот трубка холмса она сломана в прошлый раз я ее не заметил мы думаем что знаем окружающих нас людей тех кто близок нам кого мы видим каждый день родителей коллег компаньонов друзей а потом случается что-то непредвиденное и розовые очки спадают с наших глаз и в этот самый момент мы видим истинное лицо тех кто столько значил для нас что касается холмса и я не понимаю как мог человек которого я всегда считал честным и порядочным опуститься до таких варварских преступлений я не могу ответить на этот вопрос но одно знаю точно до сегодняшнего дня у меня был друг шу да ведь он доносится из квартиры опачки опачки ну-ка от никого я знаю что вы там холмс немедленно откройте дверь я вынужден вам отказать скажите мне правду холмс я должен знать вы не сможете скрывать ее от меня отвечайте мне очень жаль вам и медленно откройте дверь или я выломаю ее чертовой матери делайте ну ладно вы сами напросились полиция открывайте охереть почему все так получилось холмс столько лет дружбы уважение доверие мы столько пережили вместе все это время вы лгали мне лгали жаль что я слишком поздно распознал ложь но теперь все кончено все кончено прощайте холмс после стольких дней напряженных расследований после стольких бессонных ночей я вернулся на берега темзы на то самое место где погиб племянник епископа мне осталось пройти по единственному имевшемуся следу сделать последнюю попытку распутать этот клубок для этого мне пришлось проникнуть в темные прогнившие чрева города в систему канализации свежий ветерок темзы сменился гнилостным воздухом подземелья я был тенью заплутавший в подземном затхлом лабиринте я брел как непрекаянная душа через это смрадное чистилище уже не имело значения что я мог там найти главное было идти вперед вот это да шерлок холмс застрелил сам себя убил а ватсону не имется он продолжает расследовать это дело что-то ему подсказывает на верном пути мы сейчас находимся канализаций под лондоном где течет говенная вода и очень темно окей так подожди а фонарь можно нет фонарь тип у нас уже в руке так что-то мы здесь как он говорит упустили есть какие-то зацепки вот так вот омс обманывал обманывал лучшего друга был бандитом и убийцей и вот так вот это все собственно говоря закончил я что-то вижу окурок еще сухой несмотря на то что здесь так сыро значит его бросили совсем недавно шин наверно надо быть осторожнее что-то здесь есть вот а здесь ходит воде вроде ничего это лестница в очень плохом состоянии перекладины этой решетки насквозь проржавели перекладины этой решетки насквозь проржавели видимо чё-то надо чтобы толкнуть ударить камень палка это наверное люк для слива воды в случае переполнения канализации железное кольцо куда надо 100 а я понял так а там чего лодка я на верном пути опа надо пересечь канал и узнать кто высадился на том берегу естественно просто в канализации лодки не делают как веревка провод провод подожди уж проводом это наверное люк для слива мы здесь нужен полнение канализации провод никак не поможет это мне не нужно так проволоку мы с вами может это лодка вот я на верном пути не надо пересечь канал и узнать кто высадился на том берегу там волкой дернуть что зачем я проволоку подобрал и двадцать перекладины этой решетки насквозь проржавели не проб тут переклади и чё-то где-то значит я пропустил перекладина осталась у меня в руках макей ок и если мы ударим вот так это может пригодить ей вот цепочка восстанавливается действий теперь длинную мы берем сюда это наверное люк для слива воды да 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 замолчи длинный это мне не нужно мысли это мне не нужно как это так ты смотри на был все соединить горизонтальный люк он накрепко закрыт макей теперь можем шагнуть до лодки чего это где-то еще пропустил хватит что я вроде все смотрю в воде еще только не смотрю вот здесь кто-то курил дичем здесь не бросил не оставил ничего вроде нет она нельзя код эту а почему а чё не так-то подняли люк на него теперь можно шагнуть двигался быстрее здесь больше ничего нет кроме лодки на лодке я думаю сейчас уплыли бы дальше канализацию лодка я на верном пути надо пересечь канал и узнать кто высадился на том берегу я больше ничего нет никаких предметов чё не так нас ждет реальчик пропущен все плавает что хрен знает но на дачу не надо о чё то есть я там был вон там плавает кусок веревки вот разве его увидеть такой темноте смотри как-то тяжеловато это жил труп труп его удерживал внизу якорь ни херно себе если я смогу достать якорь то использую его как крюк вот вот это да чё то тут не ладно чё то тут не то лодки сигареты свежие трупы привязаны к якорям и да бедой куда вообще лезем зачем не имется ватсону лодка ну давай лодка первая попытка теперь вытянем лодку обратно лодка привязана на другом берегу я не могу притянуть ее обратно нормально все мы уже подняли все эти опа старый шарф он в крови 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 и дочь этот кусочек железа выглядит совсем новым похоже на деталь от какого-то механизма да да там дырочки так равяной шарф кей на эту сторону перебрались веревку вижу следы здесь кто-то недавно был веревка а это лодка привязан как следы хорошо они пошли сюда или куда ни хера не видно темно вроде как фонари а чё то темно следы здесь кто-то недавно был так чё в этот люк ушли так зачем нам кровяная веревка надо чем-то очистить эту решетку вот переставляю сюда невероятно ух ты эта решетка новая она снабжена механическим замком мне нужно что-то еще но она никак не верьте само это ибо она поворачивалась я понял это типа до первого препятствия все это от заново так если я уеду вниз наверх сюда дождя может быть еще такую железку найти четко такой чешу не хватает еще одна пластин потому что он прям деваться некую там все вот и не вроде больше какие трубы окей ладно я попробуем то есть до первого препятствия шарика движется так ищи сюда смысла нет мне нужно что-то еще вот это крутит а он не крутит так 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 они точно не перемене никак не не перемещаются но тут и вот раз тут как не крутил сюда попадает сюда и вон останавливался никак она не переворачивается а тут вот так можно так еще сюда сюда туда туда попасть и вниз как вниз да 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 вот все блин а это еще не все хорош издеваться то так мы тут точно наверх если я сюда потом сюда он сюда да нет так вот в сторону до сюда долетит потом сюда да 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 галять вот здесь нету никакого этого так 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 есть логика оружие сложно сложно это сложно здесь понятно только сюда можем выехать здесь только вниз да 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 вот теперь либо сюда либо сюда так если сюда потом сюда я вначале приду значит сюда как я сюда затем сюда тем сюда да 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 все правильно сюда 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 и выход мозги и не так открыто муки лук думал ватсон что открыт давай джон мужайся вот тебе еще ну что нравится а как тебе вот это похоже ему не по вкусу кого-то ватсон спас бандитов холмс мысли я чертовски рад вас видеть ватсон а тот поддельник что ли было ли что дедушка жив и все-таки он хороший я так и думала о теперь они пожалеют мой дедушка молодец а мой дедушка его спас читай вы живы даже не знаю радоваться мне или проклинать вас ватсон ватсон друг мой вид у вас неважный холмс да и у вас тоже вероятно идти можете если подставите плечо зачем вы инсценировали свою смерть и кто эти люди я должен продолжить расследование один джон я не виновен я не сообщник этих мерзавцев посмотрите на меня вы правда думаете что я могу быть их главарем отдавать такие распоряжения слава богу как камень с души свалился но как курары болиголов кое какие индийские травы баранья кровь для пущего эффекта ну и свидетельство о смерти подписанное знакомым патологоанатом холмс я имел ввиду это дело я вам все объясню друг мой но прежде надо убраться отсюда хорошо вернемся на бейкер стрит обопритесь на меня вон она чё живой смотри наконец-то мы дома как я скучал по этим стенам ватсон я постарался навести тут порядок после визита бэйнса но сам не смог тут оставаться присядем друг мой пора вам узнать все подробности этого дела давай первым делом я должен извиниться за то что причинил вам столько душевных страданий и за мое омерзительное поведение в целом но смею надеяться когда я закончу вы поймете что у меня просто не было другого способа вас защитить мне было больно видеть как ваше доверие ко мне сходит на нет и от кого же или от чего же вы меня защищали от профессора мариарти мариарти нам не следовало щадить его тогда в швейцарии помните дело пробужденных наше милосердие дорого нам обошлось это он в ответе за убийство епископа да но это лишь небольшая часть его замысла мелочь которую требовалось уладить чтобы она не повредила его дьявольскому проекту в целом епископ обнаружил один документ и заподозрил что эта бумага лишь часть большой мозаики подробности он не знал но дело показалось ему важным и он решил проконсультироваться со мной за день до нашей ужасной находки его племянник которому он полностью доверял доставил ему еще один элемент головоломки мариарти это помогло епископу увидеть полную картину племянник и дядя начали осознавать всю серьезность ситуации именно тогда епископ решил связаться со мной против воли племянника так вот из-за чего они поссорились да но мариарти узнал что епископу известно о его планах и организовал убийство предполагалось что убийцы унесут с собой документ который нашел юный хэмфорд племянник епископа но открыть сейф они не смогли что за документ доказательство вовлеченности в это дело принца вудвела хэмфорд должно быть выкрал его из королевского архива где работал связь с короной да мариарти хотел свергнуть королеву викторию и посадить вудвела на трон британии как это возможно это же ни много ни мало государственный переворот терпение ватсон терпение сейчас дойдем и до этого прежде всего мариарти разместил свои пешки эти агенты были призваны нагнетать напряжение в народе дискредитировать королеву и таким образом поднимать популярность вудвела а я начинаю понимать они приложили руку к возникновению голода и начали раздавать суп от принца верно мариарти быстро узнал что я слежу за ним также ему было известно скажу без лишней скромности что я единственный человек способный ему помешать поэтому он разработал план призванный дискредитировать меня и выставить преступником и вы решили ему подыграть именно так я позволил ему поверить что он справился со мной это был единственный способ отвлечь от меня его внимание почему вы не сообщили в скотланд ярд а вам не показалось странным длительное отсутствие инспектора лэйстрейда что вы хотите сказать что бэйнс работал на мариарти все понятно убийцы епископа попали в руки этому предателю все ваши труды и наши расследования в курильне опиума оказались напрасны кроме того должность бэйнса открывала ему доступ к полицейским архивам он сфальсифицировал и почистил все документы которые вы видели в доме судей беккета саманское ожерелье подменил фальшивкой тоже он вот зачем судья отправился к фарли за ложные информации от бэйнса конечно и в результате оба они обнаружили что исполняют роль пешек в нечистой игре мариарти судья беккет получил на меня масса компрометирующих материалов а журналист вроде фарли теряет голову если видит шанс попасть на первые полосы всех английских газет так что фарли полагаю подвел профессиональный инстинкт подумать только я поверил что это вы устроили взрыв в доме судьи как я рад что ошибся но зачем мариарти было убивать его он уже вплотную приблизился к открытию что все документы предоставлены фарли через бэйнса фальшивка нашему врагу такие открытия были совершенно не нужны но как все это связано с ядом к сожалению об этом мне пока еще не все известно когда мы впервые наблюдали эффект этого вещества на примере епископа яд несомненно еще был в стадии разработки его действие было слишком сильным фатальным но и во втором случае с курдцем я не заметил разницы однако прогресс был яд перестал быть однозначно смертельным да но он по прежнему вызывал безумие помните как отравленный пытался сожрать своих собак верно ватсон но случай с курдцем не был вторым как вы предположили вспомните за несколько дней до того пресса пестрела упоминаниями о случаях сумасшествия в том числе коррективного вы хотите сказать что у мариарти было множество подопытных кроликов для испытания этого зелья скорее всего испытания провалились так как все жертвы яда сейчас мертвы я говорю скорее всего потому что не могу знать какого эффекта добивался мариарти тот то на сцене и появился ганс верно он был нужен мариарти чтобы разработать окончательную формулу и вы помогли ганс убежать чтобы через него выйти на яд да но дело пошло не совсем так как я планировал сразу после побега ганс попал в руки людям профессора и вы потеряли его след да я надеялся что мариарти притащит ганса в свое логово у меня в руках оставалась единственная нить бомба заложенная в доме судьи нить ведущая к трем русским братьям посадив на хвост анархистом агентов моей секретной полиции уличных мальчишек я нашел мельницу сорванцы снова меня выручили что же до поиска логова мариарти я надеялся отыскать нужные сведения на чердаке мельницы я подоспел туда вовремя как раз перед приходом бейнса если бы вы позволили ему себя арестовать вас ожидала бы верная смерть увы замысел мариарти должен был сработать в любом случае после гибели бейнса я тут же стал опаснейшим преступником англии убийцы инспектора скотланд ярда поэтому вы решили сделать так чтобы о вас как можно скорее забыли вы инсценировали собственную смерть чтобы тайно продолжать расследование холмс не знаю как я пережил эти дни мне очень жаль друг мой что ж по-настоящему важно лишь одно вы в самом деле живы я жив но дело еще не закончено мариарти рано или поздно приведет механизм в действие вы говорите что отыскали укрытие мариарти и где оно в заброшенном ярмарочном городке в предместе лондона думаю там можно отыскать всю троицу шильмана принца и разумеется самого мариарти посадив принца на трон мариарти получит бразды правления королевством со всеми колониями дипломатическими связями со всеми богатствами в том числе у него будет и армия и военный флот все что нужно для завоевания европы а в конечном итоге боюсь и целого мира холмс надо торопиться мариарти еще не приступил к основным действиям еще не поздно выходим сию же минуту ватсон вот это да вот это да у меня мурашки просто по всему телу как это все это вообще государственный переворот захват мира европы мариарти смерть как величайший ум шерлоком величайший он все это узнал распознал подыграл специально своему противнику сделал так как выгодно противнику для того чтобы это погодите вы правда думаете что мариарти за этим забором подсказка витает в воздухе мой друг да у меня странный кислый припас во рту если вы это имеете в виду именно здесь даже воздух пропитан жутким ядовитым дымом из заводских дубов кажется я читал об этом месте ярмарка пустела после того как рядом с ней построили фабрику даже мороженое здесь становилось отвратительно горьким вам разве не интересно посмотреть что на том складе там внутри явно происходит что-то странное странное как и все к чему причастен мариарти заглянем туда и все выясним окей у нас есть след где находятся все три главные бандиты принц вудвилл сам профессор мариарти и опаснейший химик ганс шильман вот так вот надо все переварить надо это все в мозгу как говорится уложить стопочкой чтобы это все было но у меня реально у меня просто мурашки и это я не первый раз играю в эту игру а на сегодня все такая получилась короткой серии но очень насыщенной информацией всем спасибо за просмотр всем спасибо за комментарии всем удачи всем пока